Как известно, у Банка России в прошлом году существенно расшелись полномочия по регулированию опроса защиты информации. Теперь, собственно, в скопе нашего регулирования находится фактически весь финансовый рынок. Значит, собственно, это кредитная организация, переведение банковской деятельности. Это некредитная финансовая организация, переведение деятельности в сфере финансовых рынков. Это субъекты национальной платежной системы, переведение перевода в денежные средства. И формируется изменение законодательства в настоящее время, в рамках которого предполагается, что и иные организации, которые будут оказывать услуги на финансовый рынке, например, такие как операторы платформ, построенные на распределенных реестрах, тоже будут находиться в скопе регулирования Банка России. То есть, таким образом, фактически сложилась такая паровая ситуация, что в Банке России имеются все полномочия по регулированию опроса защиты информации и по надзору за вопросами защиты информации. И, собственно, вот эти полномочия, это, с одной стороны, определенные, так сказать, действительно полномочия серьезные, да, с другой стороны, это определенная, как бы, ответственность за то, каким образом Банк России создает свои документы, каким образом он их выпускает и за их содержание. Цель нашего регулирования надзора, необходимо сказать, но это вчера об этом уже говорилось, это не просто установить какие-то абстрактные требования для того, чтобы просто они были, да. Цель Банка России, на самом деле, это не… это обеспечение содействия стабильности финансового рынка и обеспечение защиты интересных клиентов наших поднадзорных. Это основная цель. И другая цель, которую мы для себя сейчас сформулировали, это обеспечение содействия развития инновационных финансовых технологий, скажем так, в безопасном исполнении. То есть здесь необходимо еще раз повторить, что расстановка средств защиты, да, или установление каких-то требований, это не является целью Банка России. Целью Банка России в части вопросов регулирования это является, собственно, операционная надежность, финансовая устойчивость отдельных организаций, финансовая стабильность в целом всего финансового рынка, соблюдение прав и интересов клиентов поднадзорных и содействие развития технологий. Это, безусловно, как бы требует определенные подходы к регулированию, наверное, пересмотра, да. В то же время спектр тех организаций, которые попали в скоп наше регулирование, все-таки вынуждает нас к тому, что мы вынуждены формировать некие, скажем так, стандартные схемы регулирования для того, чтобы потом эти схемы адаптировать к тем или иным областям регулирования. Мы для себя в какой-то момент определились, что мы вообще регулирование хотим выстроить по следующему направлению. По такой, по типовой схеме, но ее адаптировать, скажем, к каждому конкретному случаю, каждому конкретному объекту регулирование. Мы для себя разбили уровень информационной инфраструктуры, это колонка слева. Мы выделили инфраструктурный уровень, уровень приложений и уровень технологии обработки данных. Нам бы хотелось, чтобы все-таки регулирование шло с анализа бизнес-процессов и технологии обработки данных, чтобы первым этапом в части установления требований был анализ технологий наших поднадзорных, анализ бизнес-процессов, формирование схемы обработки информации, выделение технологических участков обработки информации. И потом, собственно говоря, уже зная бизнес-процессы, понимая технологии обработки информации, выставление требований как на уровне технологических мер, так и на уровне инфраструктуры и приложений. Мы для себя определили, что поскольку у нас поднадзорных много, формировать каждый раз отдельный документ, который содержит вес, комплект требований в отношении отдельных поднадзорных, эта задача, наверное, решаема, но неэффективно решаема. Поэтому основу для установления требований на уровне инфраструктуры мы, собственно, видим в разработке комплекта ГАСТов, о которых мы уже многократно говорили. То есть в рамках анализа технологий мы видим, что мы необходимо инвентализировать инфраструктуру и обеспечить распространение ГАСТов, которые мы, один из которых мы уже сделали, другие активно готовим, применительно к каждому из уровней. Значит, мы видим, что у нас должно сформироваться быть, по сути, сейчас четыре основных домена. Есть в части стандартизации. Это домен, связанный с защитной информацией, домен управления риском при аутсорсинге и использовании сторонних сервисов, домен, связанный с обеспечением операционной надежностью и линией перерывности деятельности, и домен, связанный с управлением инцидентами и ситуационной осведовленностью. Значит, домен защитной информацией фактически готов, ГАСТы вступили в силу, как известно, и уже в рамках документов Банка России нормативно закрепляется обязанность их применения для разной категории организаций, а остальные документы разрабатываются. Это достаточно сложные документы, мы достаточно долго их разрабатываем, и вот это направление работ, это одна из точек взаимодействия, которые мы видим в рамках с нашими подозорными, потому что, как известно, у нас есть подкомитет номер один, технический комитет 122, в рамках которого, в принципе, эти документы должны разрабатываться, значит, ну, поскольку мой доклад называется, собственно, взаимодействие Банка России с поднадзорным в части эффективного регулирования, так вот, по нашему мнению, одна из точек эффективного регулирования и создания документов, которые отвечают потребностям времени, потребностям рынка, именно, как нам кажется, более активная работа наших поднадзорных в рамках технического комитета. Сейчас, нам кажется, есть определенные направления, определенные вопросы, которые требуются, так сказать, нужно более, по нашему мнению, высокой степени влеченности наших организаций в работу технического комитета. Сейчас это недостаточно эффективно. Без этого документы, которые мы издаем в ГОСТе, они будут, как бы, возможно, с какими-то определенными недостатками, да, то есть, ну, экспертиза нужна определенная документом, да, то есть нужна экспертиза, компетенция для создания этих документов. Сейчас это не совсем эффективно, поэтому вот, как бы, хотелось бы привлечь внимание наших организаций, поскольку стороной эту задачу мы будем выполнять, полномочия у нас есть на это дело, собственно, и задачу мы должны выполнить, чтобы обеспечить более, так сказать, плотное участие наших поднадзорных в рамках технического комитета. Второй уровень – это уровень приложений. Ну, известный тренд о том, что приложения должны быть безопасны, мы идем по этому пути. Достаточно давно мы выпустили рекомендации в области натурализации, которые, собственно, описывали, ну, рекомендации безопасной разработки банковских приложений. Значит, в настоящее время, как известно, мы установили нормативные требования о том, что должно быть положение либо пройти сертификацию, либо в отношении книг должен быть проведен анализ уязвимости, да. Эти нормативные требования мы формировали по согласованию с плотным участием коллег из Федеральной службы по техническому экспортному контролю. Фактически мы ушли, в том числе в рамках, с учетом дискуссии, которую мы с ним ввели, на идеологию стандарта 15408. Значит, сейчас мы ведем активную работу для того, чтобы разработать профиль защиты, чтобы этот документ, который будет являться основой для проведения такого рода работы, профиль защиты для оценки уязвимости в банковских приложениях. Много дискуссий было о том, какого рода, какие приложения необходимо, так сказать, подвергать анализу уязвимости. Выбор тех приложений, которые необходим подвергать анализу уязвимости, он должен определяться в нашем понимании в момент адаптации требований под конкретную предметную область. Но если говорить об общем подходе, мы как бы для себя сформулировали, что приложения, которые передаются клиенту, которые устанавливаются на мобильное устройство, и те приложения, которые находятся во фронт систем, которые взаимодействуют сетью интернет, это в первую очередь те приложения, которые должны подвергаться анализу уязвимости, для которых наличие уязвимости критично с точки зрения информационной безопасности возможного рода. И следующее направление – это уровень технологии обработки данных. Это наиболее, как нам кажется, важная тема, но и наиболее сложная. У нас сформировалось понимание, что только процессами информационной безопасности, только навестными средствами защитной информации, без внедрения мер контроля на уровне технологии, это недостаточно. Поэтому нам одно из направлений регулирования – это реализация технологических мер, которые в первую очередь обеспечивают контроль целостности и подтверждение полности информации, которая обрабатывается в рамках технологических процессов, уже на уровне самой технологии. Вот три уровня регулирования. И наш подход заключается в том, чтобы сформировать такого рода требования, чтобы каждый из этих уровней был адаптирован под то направление деятельности, которым регулируем. То есть, еще раз повторюсь в мысль, мы хотим идти от анализа бизнес-процессов, от анализа технологии обработки информации, выделения технологических участков и уже понимая технологии обработки информации, выставлять требования как на уровне технологии, выставлять требования сертификации или анализа производительности банковских приложений, прикладного уровня, которые задействованы в выполнении операций и выставлять требования по определенному уровню по ГАСТам, которые на уровне инфраструктуры, к той инфраструктуре, которая задействована в реализации банковских процессов или процессов, которые осуществляют организации в действующей сфере финансовых рынков. Мы сделали первый шаг. У нас в настоящее время готовится фактически к выходу два документа, в которых вот эта концепция, она два документа, которые мы, два проекта нормативных актов, они в ближайшее время должны, собственно говоря, появиться, которые мы сделали в рамках наших новых полномочий, которые мы получили по закону. Это требование защиты информации, один документ требования защиты информации при введении банковской деятельности, а второй документ требования защиты информации при введении деятельности в сфере финансовых рынков. В этих документах мы вот эту концепцию заложили, что должны применяться меры как на инфраструктуру, на перекладном и на технологическом уровне. Но эти документы распространяются на все наши поднадзорные. Там, безусловно, введена некая градация, введены такие принципы, как сейчас принято говорить, пропорциональное регулирование, но, тем не менее, они носят общий характер. Наша задача на ближайшее время, собственно говоря, в рамках общих нормативных документов, в котором есть такой рамочный характер, во взаимодействии с нашими поднадзорными из разных категорий, страховые, организации, действующие на рынке ценных бумаг, товарного рынка, организации коллективных инвестиций, банки в том числе, в рамках общих рамочных документов сформировать, это задача на ближайший год-два, комплект документов, которые содержат методические рекомендации, которые описывают детально, как, грубо говоря, этот рамочный нормативный акт, с учетом той идеологии, которую я рассказал, значит, собственно, реализуется в тех или иных организациях из того или иного сегмента рынка. И, безусловно, эту задачу мы, ну, как бы, не сможем эффективно решить, если мы не будем взаимодействовать с нашими поднадзорными. Поэтому второе, как нам кажется, направление взаимодействия, это, собственно говоря, выстраивание отношений с банками, с иными организациями финансового рынка, для того, чтобы понять технологию обработки информации, понять, собственно говоря, бизнес-процессы, выделить технологические участки и сформировать вот эту вот область распространения ГАСТов, значит, правила, и выбрать те приложения, которые должны подвергаться анализу уязвимости, и сформировать некий набор технологических мер, для того, чтобы уже применительно к той реализации бизнес-процессов, которые имеют место в том или ином сегменте рынка. И еще раз повторяю мысль, что, по нашему мнению, основное усилие нам необходимо, собственно, сосредоточить именно на технологическом уровне, чтобы безопасность была встроена, как бы, в технологии обработки информации, а не ограничилась каким-то навесными средствами защиты информации. Очевидно, что любое регулирование, оно, как бы, бессмысленно, очевидно, без создания эффективных механизмов надзора, поэтому следующее направление, над которым мы, так сказать, достаточно активно работаем, это, собственно, вырабатывание методологии надзора. Помимо того, что мы выставляем требования, наша задача сформировать, значит, для каждой категории, так сказать, поднадзорных организаций подхода к формированию, так называемого, профиля риска, который состоит из ряда показателей, который, в свою очередь, характеризует уровень несанкционированных операций, показатели связаны с операционной надежностью, показатели, связанные с оценкой соответствия нашим ГАСТам и, собственно говоря, показатели, характеризующие качество корпоративного управления с точки зрения именно управления киберрисками. Безусловно, для того, чтобы это сделать, необходимо обеспечить сбор достоверной информации или показатели формирования профиля риска в наших поднадзорных. Значит, в нашем текущем понимании профиль риска, он как бы содержатель один и тот же, но, ну, то есть показатели одни и те же, но, значит, собственно говоря, метод формирования этого профиля, он как бы сильно зависит от специфики деятельности поднадзорной. Надо сказать, что, собственно говоря, регулирование надзора Банка России вот в этих вопросах, он, опять же, по закону направлен на противодействие незаконным финансовым операциям и противодействие несанкционированным переводам денежных средств. Поэтому вот выстраивание надзора, выстраивание регулирования мы будем ввести в куче и формирование мер именно под прицелом противодействия незаконным финансовым операциям. Поэтому несанкционированным переводам денежных средств. Поэтому очень важно в рамках нашей аналитической работы, опять же, вот это одно из направлений взаимодействия с нашими поднадзорными, как мы видим, понимание, как компьютерные атаки в рамках бизнеса и технологических процессов, которые мы будем пытаться описывать с нашими коллегами из поднадзорных, как компьютерные атаки могут привести к последствиям, связанным именно с незаконными операциями, операциями с денежным средством и имуществом без согласия владельца и несанкционированными переводами. И отдельное особое внимание, очевидно, будет делять вопросам операционной надежности и непрерывности предоставления финансовых услуг. Таким образом, если говорить о целевой нашей модели регулирования надзора, которую мы видим для себя, то фактически она складывается из того, что мы сформируем два основополагающих нормативных актов, в которых будут указаны основные требования, комплект методические рекомендации, которые вызывают на уровне инфраструктуры, на уровне приложений, технологии обработки информации применительно к отдельным сегментам рынка, страховые, пенсионные фонды и так далее. Собственно говоря, механизмы сбора информации для формирования профиля риска и контроль и проведение надзорных мероприятий в отношении наших поднадзорных с учетом той информации, которую мы получаем от поднадзорных и с учетом того, каким образом мы это обобщаем в рамках работы по формированию профиля риска. И вот очевидно, как нам кажется, мы на этом направлении будем стоять точно на ближайшие несколько лет. И еще раз говорю, очень важно, поскольку работа сильно завязана на специфику деятельности наших поднадзорных, нам очень важно понимание сотрудничества с нашими поднадзорными с точки зрения выстраивания эффективного регулирования в таком ключе. Субтитры создавал DimaTorzok